Значит, лекция это фибрилляция предсерва, таблетка в кармане пропонорм, выступает Андрей Валентинович Сыров, заведующий кардиологическое отделение государственного ГБУ клиникодиагностический центр номер 6 Дебздрава Москвы. Пожалуйста. Добрый вечер, Павел Андреевич, добрый вечер, коллеги. Я, соответственно, выключаюсь. Все в порядке. Спасибо за приглашение, за то внимание, которым гнот уделяет нарушениям сердечного ритма, потому что это чрезвычайно важная кардиологическая тема и очень интересная. Сегодня наша тема фибрилляции предсердия и таблетка в кармане. Говорим о препарате пропонорм. Фибрилляция предсердия это самое частое нарушение ритма, которое требует лечения. Частота, вы видите, от 0,5% в среднем возрасте и может превышать 10% у людей старческого возраста. У мужчин бывает чаще, чем у женщин. Напомню классификацию. Это впервые диагностированная фибрилляция предсердия, когда мы впервые регистрируем на ЭКГ, независимо от ее продолжительности. Это пароксизмальная, когда пароксизм продолжается не более 7 дней, неважно от чего проходит, самостоятельно или купирован кардиоверсией. Персистирующая длительность более 7 дней, длительно персистирующая фибрилляция предсердия более года, но мы пока сохраняем идею контроля ритма и постоянной формы, когда мы не можем или не хотим восстанавливать ритм по каким-то причинам. Если мы тактику меняем, пересматриваем ее в пользу контроля ритма, диагноз будет меняться, постоянная снова поменяется на длительно персистирующую. Частота различных форм. Только 30% постоянная форма, остальные это впервые выявленная, пароксизмальная и персистирующая форма. Именно поэтому купирование пароксизма настолько актуально, но перед тем, как купировать фибрилляцию предсердия, ее нужно зарегистрировать. А это иногда серьезная проблема, потому что суточного мониторирования не бывает. Пациент достаточно. Пациент говорит, да, у меня вот приступы, все очень похоже на фибрилляцию предсердий, не можем зарегистрировать. Ставим холтер, не попало. Поэтому использование различных средств для регистрации ритма, как в домашних условиях, так и на приеме у врача приветствуется. Вот вы видите приставку карди, я ее активно использую, а на приеме. Вот новая версия дает возможность снятия шестиканального ЭКГ. А дома пациент может это все зарегистрировать и потом своему врачу показать. Тактика ведения. Во-первых, мы определяем форму и продолжительность фибрилляции предсердия. Дальше, какая тактика? Мы будем восстанавливать ритм или ограничимся пульс урежающей терапии? И, наконец, ключевой вопрос, это, конечно, оценка риска тромбоэболических осложнений и принятие решения о проведении антикоагулянтной терапии. А как же делать выбор, восстанавливать ритм или нет? Точного ответа нет, это всегда индивидуальное решение. Однако, я вам предлагаю один из вариантов 2010 года, подчеркиваю. Контроль частоты, по-видимому, лучше, если это персистирующая фибрилляция предсердия, то есть длительные пароксизмы более 7 дней, если симптоматика менее выраженная, возраст 65 лет и старше, есть артериальная гипертензия, но нет сердечной недостаточности. И мы уже попробовали все возможные антиаритмические препараты, и они неэффективны. Что тут делать? Мы должны согласовать нашу тактику с пациентом. Либо радиочастотная абляция или криобаллонная деструкция, либо пульс урежающая терапия. Решение будем принимать, естественно, с учетом мнения пациента. И контроль ритма, по-видимому, лучше при пароксизмальной форме, менее выраженной симптоматике, более молодом возрасте, отсутствие артериальной гипертензии. Однако появление сердечной недостаточности на фоне фибрилляции предсердий. И, наконец, есть резервы по антиаритмической терапии. Когда мы должны пациента госпитализировать, если развилась фибрилляция предсердий? Первое, если есть нарушение гемодинамики, экстренная госпитализация, а также, если частый желудочковый ответ, частота желудочковых сокращений по ЭКГ более 180 в минуту. И, наконец, если пароксизм фибрилляции предсердий в сроке до 48 часов, а попытки восстановления ритма, медикаментозная кардиоверсия, неэффективна на догоспитальном этапе или есть противопоказания к медикаментозной кардиоверсии. Хочу вас познакомить с новым исследованием, крайне интересным, из TFNET for trial 2020 года. Смотрите, 135 центров, 2078-9 пациентов с так называемой, так они назвали в исследовании, ранней фибрилляцией предсердий. Что это значит? Впервые фибрилляция предсердий была зарегистрирована не больше, чем за 12 месяцев до исследования. Среднее время составило 36 дней. Первая регистрация фибрилляции предсердий. Время наблюдения более 5 лет. Средний возраст 70 лет. И посмотрите критерии включения. 75 лет и старше и транзиторная ишемическая атака или инсульт. Или два критерия из перечисленных. Возраст старше 65 лет. Женский пол, недосердечная недостаточность, гипертензия, сахарный диабет, тяжелый ЭБС и выраженная хроническая болезнь почек или выраженная гипертрофия левого желудочка. То есть пожилые, а точнее даже старческого возраста, преимущественно пациенты, с коморбидностью выраженной. И что же они получали? Давайте посмотрим через два года. Антиаритмические препараты при контроле ритма получали 45,7%, почти половина. И чуть больше 5% при контроле частоты сердечных сокращений. Причем четверть получали препараты первого цикваса антиаритмические. Абляция выполнялась практически каждому пятому при контроле ритма. И только в 7% при контроле частоты сердечных сокращений. И через два года 82% при контроле ритма имели синусовый ритм. И при контроле частоты сердечных сокращений 60,5%, ну 60% имели синусовый ритм при тактике контроля частоты. Что удивительно, симптоматика, ее выраженность была в общем похожа в группах, независимо от того, какой тактики мы придерживались. А какие же мы результаты получили? Они просто ошарашивающие. Первичная конечная точка смерти, инсульт, сердечная недостаточность или острый коронарный синдром существенно меньше при контроле ритма. И главное, меньше была сердечно-сосудистая смерть. Какой же вывод? Да вывод, что антиаритмические препараты в данной ситуации никак не усугубили состояние, а точнее прогноз наших пациентов. И что удивительно, количество дней в стационаре и в той или другой группе были сопоставимы. Еще один метаанализ, очень интересный, 19-го года. Пациенты с фибрилляцией предсердий и сердечно-недостаточностью сохраненной фракции выброса. Однако средний возраст, 82 года. Это данные страховой компании Медикея, 15 682 случая. И естественно, это те пациенты, которые выписывались из стационара и подавляющего большинства. Была тактика контроля частоты сердечных сокращений. Но 82 года восстановить ритм не надо. И только 1852 пациента из почти 16 тысяч выходили с контролем, с тактикой контроля ритма. Посмотрите, какие заболевания пациенты имели. Средний возраст, 82 года. Практически половина ишемическая болезнь сердца. Более 80% артериальной гипертензии. Каждый третий диабет. Каждый пятый инсульт, транзиторная ишемическая атака. Каждый третий хобу или бронхиальная астма. А какой же результат? При контроле ритма достоверно уменьшилась смертность. То есть, независимо в каком возрасте развилась фибрилляция предсердий. Если она недавняя, если это, не дай бог, первый пароксизм. Всегда нужно постараться побороться за синусовый ритм. И не говорить, ой, человек такой старый. Сразу оставим ему фибрилляцию, будем проводить пульсурежающая терапия. Полученные данные, по-видимому, приведут к некоторым изменениям в выборе тактики контроля ритма и частоты у пациентов с фибрилляцией предсердия. И мы не забываем, что мы живем в эру малоинвазивных хирургических вмешательств. Не забываем про абляцию, как вариант удержания синусового ритма. Более того, что, по-видимому, возможно более широкое применение препаратов первого С-класса, в частности пропофенона, у пациентов с сердечной недостаточностью, сохраненной фракцией выброса и стабильным течением ЭБС. Сейчас проводятся соответствующие исследования, хотя имеющиеся данные позволяют нам, у этой категории пациентов, этот препарат применять, естественно, под дополнительным контролем. Напоминаю, что при восстановлении синусового ритма мы должны оценить необходимость антикоагулянтной терапии. Если пароксизм 48 часов или больше, пациент не принимает антикоагулянты, восстанавливать ритм нельзя. Требуется антикоагулянтная подготовка 3 недели до восстановления ритма или через пищеводное эхо для исключения внутри предсердного тромба. И обязательно 4 недели антикоагулянтной терапии после восстановления ритма. А что делать дальше? А дальше мы снова оцениваем риск тромбоэмболических осложнений и решаем вопрос о постоянном приеме антикоагулянтов. Таблетка в кармане. Что это такое? Это метод купирования пароксизма, фибриации предсердий самостоятельно пациентам в домашних условиях. Входит во все действующие рекомендации. И там только два препарата – профофенон и фликринид. Фликринида у нас нет, поэтому единственным препаратом в России для самостоятельного купирования пациентом пароксизма, фибриации предсердий является профофенон. Тем более мы можем это делать в амбулаторных условиях, например, в условиях дневного стационара. Старт был дан с исследованием уже, я бы назвал его, культовом альбоне с авторами 2004 года, когда профофенон и фликринид назначались амбулаторным пациентам без тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний и недавним пароксизмом фибриации предсердий. Средний возраст 59 лет, 101 пациент получали профофенон, 64 фликринид. Доза профофенона при обычной массе тела 600 мг, меньше 70 – 450 мг. Среднее время начала терапии составило 36 минут. Синусовый ритм восстановился у 94%, и среднее время восстановления составило менее двух часов. Вы скажете, откуда 94? Ну эффективность у препарата, ну 75, ну 80%. Все очень просто, это суммирование, потому что у части пациентов ритм и так бы восстановился. Добавляя антиаритмический препарат, мы количество этих пациентов существенно увеличиваем. Препараты показали равную эффективность, и на профофеноне не было ни одного побочного эффекта, потребовавшего госпитализации. И после этого исследования в практическую медицину ваша тактика – таблетка в кармане. Наше отечественное исследование Прометей, эффективность 600 мг пропонорма, составило почти 84% при купировании, пароксизма, фибрации, предсердий. Причем средняя продолжительность была уже больше, смотрите, 22 часа, но менее суток. И время восстановления ритма среднее составило 3,5 часа. То есть это то время, когда мы ждем эффект от препарата. В первые 4 часа эффективность составила 64%. Когда мы не можем восстанавливать ритм в амбулаторных условиях, и тем более рекомендовать пациентам это делать в домашних условиях. Хочу сразу сказать, если вы рекомендуете это пациентам, вы должны дать четкие письменные инструкции, как это делать. Итак, если фракция выброса левого желудочка меньше 40, есть нестабильное течение ИБС, в анамнезе был инфаркт, гипертрофия левого желудочка 15 мм или больше, есть блокады на ЭКГ, особенно если это двухпучковые блокады, тромбоэболии в анамнезе, бронхообструктивные заболевания, указания на гипокалиемии в анамнезе и беременность, мы не можем восстанавливать ритм в амбулаторных условиях и тем более дома. Давайте посмотрим эффективность метода таблетка в кармане по данным НИИ кардиологии Миниалмазова. Сначала давайте обратим внимание на плацебо. Посмотрите, через 6 часов у каждого третьего пациента ритм восстанавливался без антиритмических препаратов. Не надо бежать, вызывать сразу скорую. Дайте своему пациенту, если вы не хотите назначать антиритмические препараты, рекомендации по пульсу лежающей терапии. И у каждого третьего ритм восстановится приблизительно через 6 часов. Если мы дадим сразу пропофенон, пропонор, у трех из четырех восстановится ритм, они будут жить спокойно и не будут все время вызывать скорую и нервничать, что делать, если они поехали на дачу или куда-то еще. Итак, давайте посмотрим еще раз. Стандартная схема для купирования пароксизма. Желательно первый раз принимать препарат под контролем врача. Пропофенон 600 миллиграмм однократно, если масса тела меньше 70, 450 миллиграмм однократно. По мнению специалистов, в частности Владимир Леонидовича Дощицына, который недавно выступил, по моему мнению, при первом приеме в домашних условиях возможна схема 300 миллиграмм сразу, через час-полтора еще 300 миллиграмм. Откуда это взято? Ну, во-первых, большой опыт. Лично я наблюдал 98 пациентов, когда заведовал отделением интенсивной терапии, после восстановления ритма паркофеноном на мониторе. У 98 пациентов не было ни одного случая проритмии. Более того, что 300 миллиграмм – это обычная плановая доза, которую мы даем просто так, без каких бы то ни было специальных предосторожностей. Ну, просто оцениваем противопоказания для значения препарата. Если что-то случилось, если пациент волнуется, второй раз может не принимать. Если все в порядке, он контролирует давление пульс и принимает эту схему, соответственно, 300 миллиграмм еще раз. Рекомендации пациентам при самостоятельном купировании пароксизма фибрилляции предсердия. Во-первых, не использовать паркофенон при низком пульсе, меньше 70. Вы скажете, откуда при фибрилляции низкий пульс? У меня были случаи, когда пациенты принимали частую экстрасистолию за фибрилляцию предсердия, потому что ритм был хаотичный. Но когда они контролировали пульс на сонной артерии, выяснялось, что частота сердечных сокращений, пульс, был достаточно низкий. То есть это позволяет исключить прием препарата по другим причинам и низком давлении. Я видел один случай на паркофеноне, когда резко снизилось давление. Поэтому мы рекомендуем все-таки в течение 4 часов лежать, все подготовить, принял препарат, 4 часа лежит. Если в течение 6 часов ритм не восстановился, это время для того, чтобы обращаться к врачу и предпринимать другие меры для восстановления ритма. Скорее всего, это будет электрическая кардиоверсия. Приведу короткий клинический случай. Женщина 66 лет, бананность и артериальная гипертензия, редкий пароксизм и фибрилляция предсердий. Случилось чудо. Она была ко мне записана на прием и утром почувствовала перебои. Пришла на прием и по кардиомонитору у нее тахистолическая форма фибрилляции предсердий. Женщина принимала ревороксабан 20 мг в сутки. Посмотрите ее кардиограмму. Тахистолическая форма фибрилляции предсердий. В условиях дневного стационара она получила 600 мг пропонорма однократно. Синусовый ритм восстановился через 3,5 часа. Ей было назначено планово пропонорм 150 мг 3 раза с рекомендациями, если не будет приступов, возможно уменьшение дозы и отмена препарата. С учетом высокого риска тромбоэболистских осложнений, 3 балла по шкале ЧАЦ-ВАСК, строгая рекомендация о продолжении постоянного приема антикоагулянтов. Посмотрите ее кардиограмму после восстановления ритма. Европейский обзор по приему использования пропофенона при фибрилляции предсердий. Пропофенон является эффективным препаратом внеотложной терапии для конверсии недавно возникшей фибрилляции предсердий в качестве плановой терапии и для предотвращения рецидива фибрилляции предсердий. Повышенный риск возникновения трепетания предсердий или пароксизмальной наджелудочной тихикардии был переоценен для пропофенона, поскольку в ряде клинических исследований это нежелательное явление наблюдалось во всех группах лечения, включая плацебо с одинаковой частотой. А какие же юридические основания для применения пропофенона? У нас есть приказ Минздрава, по которому все амбулаторные лечебные профилактические учреждения обязаны иметь пропофенон в укладках для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому в неотложной форме. И есть соответствующий приказ Минздрава, где написано, что пропофенон, раствор для внутривенного введения, должен присутствовать в укладке для оказания скорой медицинской помощи. Так ли это? Я знаю регионы, где это есть. В Москве, насколько я знаю, в основном на скорой пропофенона нет. Итак, ковид. Как мы лечим аритмию при ковиде? Тем более, что частота приступов может учащаться. Точно такой же подход. Мы можем применять препараты первого, С и третьего класса. Вполне в данной ситуации подходит пропофенон, однако не надо забывать о фоне, потому что макролиды и вторхиналоны могут удлинять интервал КУТ и, соответственно, провоцировать проаритмию. Поэтому нужно очень осторожно и обоснованно назначать антибактериальные препараты при ковид-19 в амбулаторных условиях, где основания для этого нет. Применение пропофенона может позволить предотвратить госпитализацию и у пациентов с ковид-19 по поводу аритмии. Какие препараты у нас есть в руках? Пожалуйста, пропонор в таблетках. 50 таблеток по 150 миллиграмм. Напоминаю еще раз, при приступе фабрилляции подсерки 600 миллиграмм однократно. Если менее 70 килограмм, 450 миллиграмм однократно. Первый раз волнуйтесь, назначьте по 300 миллиграмм два раза или 300 и 150 с интервалом в 1-1,5 часа. И, наконец, пропонор для внутривенного введения. Здесь 10 ампул по 10 миллилитров. На одного человека обычной массы тела требуется 4 ампулы. Вводится только на 5-процентной глюкозе или без разведения. Как это делается? Берется флакон от 5-процентной глюкозы. Глюкоза практически полностью сливается. Можете оставить 30-50 миллилитров, добавить туда 4 ампулы. Это будет 80-100 миллилитров и просто на 10-15 минут капельно ставите без инфузомата, без дозатора. Заключение. С учетом противопоказаний эффективности и безопасности пропофенон, в данном случае мы говорим о пропонорме, потому что препарат в двух формах под этим названием, и таблетированное, и внутривенное, является уникальным антиэритмическим препаратом первого ряда у пациентов без тяжелого органического поражения сердца. Это единственный препарат в России, рекомендованный для прерывания приступов фибрилляции предсердия в амбулаторных и домашних условиях. Использование тактики таблетки в кармане приводит к уменьшению частоты госпитализации и, конечно, повышению качества пациентов. Они перестают бояться пароксизмов. И, наконец, напоминаю, что применение пропофенона противопоказано у пациентов с нестабильным течением ЭБС, перенесенным инфарктом, фракции выброса левого желудчика 40% или меньше, и гипертрофия левого желудчика 15 мм или больше. Дополнительную информацию вы можете подчеркнуть. Вот видите, статьи, посвященные антиэритмической терапии, в частности, таблетки в кармане. Тема очень интересная и востребованная. Я веду YouTube-канал, который так называется «Доктор Сыров». У меня более 200 тысяч просмотров по этой теме. Поэтому своим пациентам можете рекомендовать. И на сайте Клуба аритмологов России мы сделали такую методичку, памятку для пациентов с эвиляцией предсердия. Вы это можете скачать, передать пациентам, в конце концов даже распечатать, если у вас есть такая возможность. Спасибо вам за внимание и жду ваших вопросов. Спасибо. Спасибо. Тут вот вопрос опять в буквах. Можно ли назначить пропофенон при ПБПНПГ амбулаторно? Правые ножки, наверное. При правой можно, при двухпучковой и блокаде, то есть полной левой или правой в сочетании с одной из ножек левой, передней или задней, но, соответственно, ветви левой ножки нельзя. То есть при двухпучковых блокадах нельзя. Есть ли сравнительные данные по применению пропофенона и тацизина в случае желудочковых и наджелудочковых экстрасистолий? Смотрите, какая проблема. Во-первых, мы должны смотреть рекомендации. Пропофенон рекомендован для лечения и наджелудочковых и желудочковых экстрасистолий в инструкции. Следующий вопрос. Исследования у нас, ну, будем честны, в основном зарубежные, тацизина там нет. И третий момент. Мы должны понимать, что все-таки надо иметь основания для того, чтобы лечить экстрасистолию антиаритмическими препаратами. Это должна быть частая экстрасистолия, которая тягостно переносится. И все равно, скорее всего, наша терапия будет не такая большая. То есть, через 3-4 месяца мы будем решать вопрос об уменьшении или даже отмене этого лечения. И, наконец, как мы будем делать выбор? Ну, в первую очередь, по частоте сервисового сокращения. Если тенденция к брагикардии, это этоцизин или алопенин. Если частота сервисового сокращения нормальная и бета-блокирующий эффект пропофенона нам полезен, мы выберем пропофенон. Так. Пациент с хаблом получает изоптин 360 мг в сутки. Можно ли ему пропонорм с целью восстановления ритма? Да, можно. Но мы должны понимать, что риск брагикардии будет высокий. Поэтому в идеале, прежде чем вам рекомендовать, надо знать, какой у пациента на этой дозе веропомила пульс. Если он меньше 60, мы достигли 55-60, то надо быть готовым к тому, что будет брагикардия. И в этой ситуации первое применение пропонорма я рекомендую в условиях стационара, чтобы быть уверенным, что это будет безопасно. Понятно. Так. Еще вопросов. Вопросов я не вижу. Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, я хочу похвастаться. У нас есть такое изделие, но оно уже древнее-древнее. Тут, смотрите, видите, какой разъем айфоновский. Да, это тоже айфоновский, новый. И тут шестиканальная возможность. То есть, если к ноге приложить... Мне кажется, было попроще, но пока это не вошло, скажем так, в жизнь. Хотя к этому мы все потихонечку идем, стремимся. И на самом деле, вот идеология, которую я уже сказал, так получилось. Про вот субсидиарное здравоохранение, где пациент и врач работают вместе. Она, как бы, так сказать, продолжается в теме пропонорма, потому что там пациент сам себя лечит. Вы ему только сказали, как, а он дальше сам себя лечит при пароксизме. Но нужен контроль. И желательно, чтобы он еще и зарегистрировал свою фибрилляцию. Тогда будет идеально. Да, но есть Apple Watch еще для этого, между прочим. Но Apple Watch нашим людям, в основном, не под силу, уж очень дорого, честно скажу. Да ладно, да у нас такие люди, да что вы. Я вас умоляю. Вы даже не поняли, к чему я разговор завожу. Куда я вас подвожу, или куда под вас, что я подвожу. Во-первых, благодаря нашим усилиям Apple Watch зарегистрировал и ввозит сюда часы эти. Потому что мы вывели их из-под регуляции, как изделия медицинского назначения. Они теперь могут спокойно просто завозиться. А я-то подвожу к чему. Вы не хотите в медицинском бюро вообще вот какую-то такую программу для дистанционной помощи больным с нарушением ритма? Потому что мы как-то эту тему развиваем постепенно. И мне кажется, что это было бы страшно интересно. Мне тоже так кажется. Ну давайте подумаем. Давайте подумаем. Мне кажется, что просто у нас сейчас масса больных. И кардиологически, кстати, пошли довольно много. Ну правда, в основном с гипертонией, естественно. Но вот такая, вроде бы она узкая тема. А с другой стороны, ну слушайте, настолько фибрилляции вокруг, что она совсем не узкая. Больная, она не очень узкая. И пациенты очень часто оказываются, ну скажем так, с недостаточным вниманием. Так я выражусь. Ну да, мы сейчас, извините за выражение, делаем бота, который будет следить за больными. Да, это целая новая такая тема, когда человеку будет приходить сообщение. Ты давай это, дружок, отвечай на вопросы, а не спи там. Вот, и мне кажется, что вот как раз фибрилляция, она заслуживает. Я уж не говорю о том, что там антикоагулянта, наша любимая. Это отдельная наша тема. Безусловно. Давайте подумаем. Хорошо, Павел. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам еще раз за приглашение. Спасибо. Продолжение следует...